Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампери, Финляндия. Я нахожусь в Тампере, в Икеа. Ну и, конечно, завершается лето, завершаются летние праздники и начинается уже вот такая большая распродажа. Но все равно еще очень много летнего, то что продается со скидками. Ну и, конечно, мой тоже тусуется. Все время мне показывает пальцем, что есть, какие скидки. И вот здесь хороший пример купите 3, заплатите за 2, конечно, если маленькие дети, вот такие стаканчики, просто блеск. Ну, конечно, да, я думаю, многие хотят купить. И я помню в прошлом видео, когда я показываю вот это варенье, полукахилу, 400 грамм, лому, стоит 2 евро 49 центов. Многие написали, Оля, у нас такого варенья нету. Ну, это любимая клюква. Я думаю, что многие такую баночку с клюквой купят. Она хорошо и с мясом, и с колбасой, и в подливке. Ну, и всегда, конечно, заманивают скидками. И здесь у нас тоже 2 мисочки, 4,99, и написано Отош. И я думаю, что много молодежи сейчас покупает себе в новую квартиру, если дети пойдут учиться и так далее. Конечно, вот такая чашка, это просто супер, с ней можно поесть утром каши, днем поесть каких-то нудалей, этой лапши. Вечером сделать 2 больших бутерброда и пойти с кофейной кружечкой присесть на, как говорится, свою кровать. Да, эта посуда здоровская, даже если уронишь, она хорошо выдерживает, еще не может не разбиться. Ну, и, конечно, что она такого качества, что можно поставить моечную машину. Практически у всех есть теперь моечная машина. Руками очень редко кто-то что-то моет. Ну, и мой муж посмеялся и сказал, загадаю желание, если ты подойдешь к этой синей посуде, тогда ты угостишь меня кофе с булочкой. Ну, и когда я подошла к этой синей посуде, он показал мне палец вверх. То есть, все он настолько, видите, меня изучило, я ему сказала, конечно, я тебя угощу кофе с булочкой с удовольствием. Синюю посуду я, конечно, уже давно не покупаю. Но если бы у меня был большой дом и какое-то крыло, куда можно поставить вот такую летнюю кухню, конечно, я бы таких синих тарелочек сразу себе накупила. Как мне нравится синий цвет. И если вот такой термос можно купить за 5 евро, конечно, да, очень дешевая. Ну, и кофейной кружечки, и кофейного реквизита очень много. Посмотреть, чего только нету. Да, и молочники, и так далее. Очень этот отдел мне нравится всегда. Ну, и здесь у нас написано, о, тоже новые подушечки. Вот такая блестящая, переливающаяся в полосочку. И 4 цвета. И стоит 6,99. Ну, и здесь у нас текстиль, который новый. И вот такие подушки предложены. Наволочки и так далее. Всяких цветов радуги. Конечно, все это мы понимаем. Продавать сейчас нужно, потому что все покупают что-то себе миленькое, веселенькое. Да, после жаркого лета многие обновляют. И сейчас самая продажа, поэтому большие скидки. И написано, о, тоже. И если покупаете на 100 евро, 10 евро будет ваучер вам в подарок. Да, конечно, подушки это многих болезнь. Я тоже болею всегда подушками. Обожаю подушки. И мой муж уже посмотрел на меня косо. Неужели у меня рука дотянулась до какой-то подушки. Да, рука дотянулась. Но размер не мой. Очень мне вот эти светлые подушки понравились. Да, очень красивенькие. Ну и так как мы находимся в Финляндии, конечно, может быть какой-то текстиль делан специально для финнов. И вот хороший пример, когда я увидела вот эту полосочку и вот этот черно-белый. Я даже подумала, что как бы под маримеко сделано. Ну, это, конечно, не маримеко. Стирать можно в 60 градусах. 150 сантиметров. Ширина стоит 6,99. Вот эта красота стоит 4,99. Это у нас картон пувилла. Вот такое вот здоровское. Да, если шить умеете, даже вот какую-то бело-черную скатерть под маримеко. Это вообще красота. А вот из этих полосок можно нашить шоперов. Да, черно-белые шоперы тоже очень красивые. И у них есть омпелопаловело. Вот здесь написано, что тоже пошив есть. И пошив стоит 19 евро. Здесь можно отмерить самим. И вот если ты нажимаешь на эту кнопочку, тила омпелопаловело, пожалуйста, придет вот такой человек, который возьмет у тебя на заказ, что ты хочешь пошить. Я думаю, что я на будущий год куплю вот такого материала и подошью и сделаю из этого себе две скатерти, потому что цена просто шик-блеск 4,99. Если взять метр, мне как раз хватит на скатерть. Вот сделаю две скатерти на летний стол, и у меня опять будет красота в синем цвете. Мне вот это очень материальчик понравился. И здесь у нас на 15% скидка на подушки. Да, подушку купить, это тоже как выиграет лото. Кто-то хочет, чтобы она была как деревянный камень, кто-то хочет, чтобы она была вот с такой выемкой, куда положилась голова, и она уже до утра не переворачивалась. И подушки теперь есть для спать на спине и спать на животе. Я вот такой чудак, что сплю на животе. И многие говорят, Оля, в вашем возрасте на животе спать нельзя. Ну вот что с собой ты сделаешь? Хоть ты уже ложишься, как говорится, с вечера вроде ты лег, но утром ты просыпаешься на животе. И поэтому как бы такую подушку тоже нужно иметь. И у меня подушка куплена с эффектом холода. Я про нее рассказываю, у меня есть в обзорах. Если вы страдаете климаксом, конечно, вот такую подушку я очень советую. И здесь у нас тоже вот такие подушки есть с эффектом холода. Народ, если вам очень жарко, у вас климакс или другие заболевания, да, такую подушку я очень советую себе купить. И когда я смотрю на выбор этих одеял, мне вспомнился старый советский фильм. Какой у вас сыр в магазине? Какой завезли? Вот и тут точно так же, какие у вас одеяла в выборе. Ну, какие завезли? Одеял, наверное, стук 100. Ну, конечно, если одеяло вы покупаете какое-то дешевое, ладно, если оно фиеское, ничего страшного. Но если вот такое дорогое за 300 евро, да, конечно, нужно уже вникать, что вы покупаете и нужно ли вам такое одеяло. Но выбор просто без конца, без края. Ну, и когда с одной дамой разговаривали про постельное белье, и я сказала, никогда не куплю постельное белье с желтым отливом или с оранжевым, я зимой имею кожу с красным цветом. И вот посмотрите, красную кожу кинуть на какое-то оранжевое постельное белье. Я буду смотреться в невыигрышном виде. И одна моя подписчица написала, Оля, никогда не задумывала, что постельное белье нужно покупать под цвет кожи. Да, я хочу выглядеть достойно, сидя на этой кровати. Конечно, темные оттенки люблю я. Темно-красное, темно-синее. Вот такими разводами, провансом и так далее. Ну, одноцветное белье тоже очень красивое. Но вот чего-то полоска мне как-то не внушает доверия. Вообще, кажется, какой-то больничный гардеробчик. Ну, и вот такие темные цвета тоже как-то мне не очень нравятся. Но все равно есть большой выбор. И, конечно, много такого, что я не взяла бы, как говорится, и бесплатно. Ну, вот хороший пример, да. Вот такие комплекты точно бы я не взяла. И так как в Финляндии практически в каждом доме есть мангели, вот такое устройство для глажки. У меня тоже такой мангели есть. Я как-нибудь сниму видосик и покажу, как я глажу постельное белье. Конечно, все постельное белье должно быть без молнии, без пуговиц, чтобы его пропускать через вот такую гладилку. По-фински называется мангели. Ну, вот эта лампа сейчас, наверное, у многих появилась после того, как она выиграла. Вот такой Муатулли Палкинто. Да, дизайн. И дерни за веревочку, она открывается-закрывается. Красивая 69,95. Ну, и здесь на картинке нарисовано, как она закрывается. Да, я думаю, что молодые тащатся вот от такой лампы. Красивый дизайн. И вот эти лампы многие блогеры снимают и показывают, и говорят, ой, как нравится. Вот такой минимализм. Красота неописуемая. 49,95. Я не знаю. Я все-таки такой старый закалокий товарищ, если бы мне вот такую лампу принесли. Ну, куда ты ее повесишь? Да, конечно, в мою обстановку она не вписывается никуда. Но я знаю, что многие любят вот такой металл. И прошлое видео, где я показываю финскую дачу. Вот такие стулья стояли. Там на Лайторе, конечно, они тяжелые. Они здорово подходят. Подходят, если какая-то волна или сильный ветер. Здорово. 139 евро. Массивный пол. Вот такое тяжелое дерево. Но они напоминают стулья, которые показывала Дита Фром Канада. Единственное, там выше спинка. Здесь ниже спинка. И, по-моему, там красного цвета эти стулья были. Ну, и так они, конечно, одинаковые. 139 евро штучка эти стулья стоят. Ну, и здесь у нас вот такой леудописты, где какие-то скидочные товары складываются. Все в одну кучу. Тут холодильники и ковры, и стулья. И чего тут только нет. То все нужно приходить, смотреть. Это все понятно. Какие-то штучка две остается. И продаются очень дешево. Вот этот стул, например, 14,99 евро. Подписывайтесь. Не хворайте. Самбла улезь там при всем. Физкульт, привет. Привет.